Благословен и день и час, когда в горах Кавказа судьба соединила нас. Эти пророческие слова Пушкин написал после встречи с азербайджанским поэтом Фадильханом Шейдой в мае 1829 года, когда осуществилась его многолетняя мечта побывать на Кавказе. Творчество Александра Сергеевича Пушкина, его имя – это одна из ниточек, которые связывает Азербайджан и Россию. И одно сознание величия этой связи, наполняет наши сердца гордостью. В искусстве есть вечные темы, к которым обращаются художники всех народов, и есть вечные авторы, которые любят во все времена. Александр Сергеевич Пушкин – один из немногих, кому суждено было стать поэтом всех народов. Очень просто, но удивительно точно сказал, а точнее пропел об этом азербайджанский Ашук Мамед. «Кто был Пушкин?» – спросил о «Золотом петушке» и о царе Салтане, подражание Корану и более четырех десятков лирических стихотворений, литературные наброски и записки, письма друзьям и родным. Тема Востока Кавказа волнует поэта, притягивает, заставляет сильнее биться его сердце. Пушкинские произведения еще с XIX века изучались и переводились азербайджанскими просветителями, учеными, поэтами. И Кмядзия писал «Читаю великого Пушкина строки на русском, потом на родном языке». Пушкин вошел в азербайджанскую литературу сразу после своей смерти. Смерть поэта нашла свои печальные отзвуки в стихах современников и близких друзей Пушкина. Но гибель великого поэта заставила сдрогнуть сердца не только лучших людей России. Трагическая смерть величайшего поэта вызвала искренний отклик и в душе 25-летнего литератора из далекого Закавказья Мирзы Фаталия Ахондова. Он написал об этом взволнованные стихи, в которых Седой Кавказ стихами Сябуги о Пушкине скорбел, исправлял свой траур. Это дань, приносимая Азией на гроб русского поэта, писал московский наблюдатель, опубликовавший поэму в середине 1837 года. Перевод поэмы Бестужева-Марлинским был сделан немного позднее ее написания, за три дня до своей тоже трагической гибели. В 1874 году этот перевод был опубликован в русской старине. Черток поэзии украсил Ломоносов, но только Пушкин в нем господствует один. Страну волшебных слов завоевал державин, но только Пушкин в ней державный властелин. Первый сборник переводов Пушкина на азербайджанский язык был издан в 1868 году. Еще в в 19 веке Мирза Казымбек, Ферудинбеку Чарли перевели произведение Пушкина на азербайджанский язык. Талантливый поэт-романтик Аббар Сегет, переводчик Альфредо де Мюссе, Лермонтова и Некрасова, издал в 1912 году два небольших сборника под названием «Светила Запада», где был помещен ряд прекрасных переводов из Пушкина, в том числе отрывок из поэмы «Цыганы». В тюркской периодической печати время от времени появлялись и другие переводы Пушкина на азербайджанский язык. Интерес к творчеству поэта, возникший в Азербайджане еще при его жизни, с годами углублялся. Расширялось его влияние на азербайджанскую культуру. Крупнейшим событием в жизни Азербайджана стали переводы романа Евгении Онегин, народным поэтом с Амедом Вургоном в 1936, в 1948 и в 1955 годах. За первый перевод Вургун был награжден медалью Пушкинского комитета. В 20 веке стихи поэта были переведены на азербайджанский язык такими писателями и поэтами, как Мамед Саид Ордубади, Ахмед Джавад, Мамед Рагим, Микяил Мюшвик, Нигяр Рафибейли, Сулейман Рустам, Расул Рза и другими. Многое связывает великого певца России с Азербайджаном. Трудно себе представить азербайджанскую литературу 19-20 веков без того влияния, которое оказал на нее поэт. За время существования Азербайджана Азер Нэшер выпустила на родном языке в больших тиражах ряд произведений корифеев мировой литературы. Из произведений Пушкина, переводя на азербайджанский язык, были изданы «Капитанская дочка», «Барышня-крестьянка», «Дубровский», «Сказки», «Араб Петра Великого», «Повести Белкина», «Борис Годунов», «Цыганы», «Бахтисарайский фонтан», «Полтава», «Граф Нулин», «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник» и ряд других произведений. В 210-летию со дня рождения Республиканским обществом солидарности народов Азербайджана Содружества выпущен сборник под названием «Прекрасен наш союз». Гейдар Алиев называл Александра Пушкина родным для Азербайджана человеком. Изучение, усвоение творчества Пушкина служит и будет служить дальнейшему развитию связей между Россией и независимым Азербайджаном во всех областях, утверждал он. Осенью 2001 года в центре Баку появился прекрасный памятник поэту. Ежегодно в пушкинские дни к нему приходят сотни бакинцев и гостей нашего города. Здесь звучат стихи великого Пушкина и посвящение ему бакинских авторов. Если б жила я в пушкинские лето и была б известна Мханенда Баба, пригласила б Пушкина на мечли с поэтов, уважительно назвав его уста. Если бы бакинкой знатно и былая и кавказской тропкой Пушкин к нам пришел, гостя щеремпловом с мяхмяри встречая, пригласив друзей, накрыла бы я стол. Если бы мальчишкой я была в ту пору и беда поэту начала б грозить, я бы черной речке мчалась через горы, чтоб его как брата грудью заслонить. А была б в те годы юной и прекрасной, Пушкин был бы холост вихли дней своих. На любовь бакинки отвечал бы страстно, лишь о ней писал бы, позабыв других. Пусть была б я птицей, а не человеком, беркутом или коршуном, полным ярых сил. Сердце у Дантеса, черное от века, вырвало б когтями, чтобы Пушкин жил. Субтитры создавал DimaTorzok